Музыка На сегодняшний день в Алматы установлено более 2000 общедомовых приборов учета тепла. Однако наличие счетчиков не гарантирует, что вы будете оплачивать по ним. Жители одной из многоэтажек Алмалинского района, несмотря на то, что с осени прошлого года в их доме установлен счетчик, платят по обычному тарифу. Все подробности прямо сейчас в программе «Управдом». Жительница 58-го дома по улице Курмангазы жалуется на то, что в доме вот уже несколько месяцев установлен общедомовой прибор учета тепла. Однако в квитанции ей и ее соседям приходят обычные начисления. Еще в сентябре месяце на наш дом были поставлены счетчики на отопление. Мы платим по квитанциям как город без счетчиков. Два подъезда. Первый и второй. Третий и четвертый платил по счетчикам. Узнали мы об этом случайно, разговаривая с человеком из третьего подъезда, что оказывается у нас счетчики стоят, что мы должны платить по счетчикам. Выяснить, почему им до сих пор приходят начисления по отоплению не по счетчику, а по обычному тарифу, Тамара Петровна решила в КСК «Урталык», который обслуживает дом. Наконец мне объяснили, что у нас, оказывается, один наш счетчик не работал. Якобы они его снимали, потом они его поставили. Но в подвал можно войти. У нас подвалы закрыты с обоих сторон на замки. И никто в этот подвал посторонний войти не мог. Женщина уверена, что никто счетчик не снимал с момента его первичной установки. Они как стояли, пломбы, так они стоят до сих пор. Все показывает. Работает, работает. Показывает все. Работает счетчик. Вот они закрыты. В подвал к нам посторонний никто не может войти, кроме сантехников. Чтобы решить проблему, Тамара Петровна обратилась в алматинские тепловые сети. Сказала, хорошо, мы вам сделаем. Теперь опять, дозваниваясь до них, они объясняют, что они перерасчеты ничего не могут сделать. Почему? Потому что у них все люди в отпуске. Работать некому. Вот так и приходится жителям двух подъездов 58-го дома по улице Курмангазы оплачивать услуги отопления в два раза дороже, чем соседи из третьего и четвертого подъездов. 76-летняя алматинка Мария Склярова жалуется на руководство предприятия капитального строительства аппарата Акима города Алматы. По словам пенсионерки, два года назад дом, в котором она жила, решили отдать под снос, как ветхое жилье. Вместо их дома рядом построили две многоэтажки. Дома построили и начали вселять. Я пошла в КСК. Посчитали, сколько стоит эта квартира. У меня пенсия небольшая, сын инвалид второй группы. Я сказала, что я в этот дом не пойду. Сразу люди вселялись, а я пошла к Сергазину и сказала, я не пойду в этот дом. Я не могу выжить на эту пенсию и платить. Тогда, по словам Марии Алексеевны, руководитель предприятия капитального строительства поручил своему заместителю дать квартиру в Алмалинском районе. Ну, Сергазин сказал Меруер Шарикбаевой дать мне квартиру. Вот. Было как раз ещё снос в этом, на Шарипово, пятиэтажный дом. Я у неё попросила эту квартиру. Она сказала, 7 тысяч долларов давай. Вот. А я где возьму, если у меня их нету? Вот. Она мне это сказала, значит, 7 тысяч у меня нету. Я заплакала, ушла. После женщине предложили квартиру в районе Первой Алматы. Однако, пока бабушка собирала вещи, её отдали другим. В итоге, Марию Алексеевну поселили на девятом этаже в районе рабочего посёлка. При этом, у бабушки имеется справка от врачей, что при её здоровье ей можно жить в квартирах, расположенных не выше третьего этажа. Однако, представители предприятия почему-то это не учли. Я написала, вот писала, значит, Киму три раза, Нуркадилову писала, потом написала в Генеральную прокуратуру в Астану. Они ответили мне, сказали, что передали прокурору города. Прокурор города наметил, ну, это, зампрокурору, вот, который действительно сказал, или дать мне квартиру, или выплатить деньги, чтобы я себе купила. В настоящее время редакция программы «Управдом» готовит официальный запрос на имя руководителя предприятия капитального строительства Алматы. Чем закончится эта история, смотрите в одном из следующих выпусков программ. Торгово-логистический комплекс «Жетесу Семеричи» удобно расположен по Кульджимской трассе в 10 минутах от центра города. Предлагаем современную и комфортную торговлю, огромный выбор товаров и услуг. От строительных материалов до автозапчастей, товары народного потребления, 300 рынков, продуктовый павильон, большая парковка, автобусные маршруты – это «Жетесу Семеричи».